Мы находимся на мероприятии у ученого фитнеса, называется Нажиротоп К-2021. Сколько есть, чтобы не толстеть и очень много интересных фактов 2021 года. Резкое падение гормона роста связано с тем, чтобы спасти печень. До 25% взрослого населения. В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения уже у детей и у подростков. Статуэтка с этим сертификатом едет в город Воткинск. Напоминаю, лицей, ученый фитнес, который вас сегодня сюда пригласил, это единственная школа в стране, не побоюсь этого слова, в Российской Федерации, кто такие слеты регулярно проводит. Все, уже здесь ей дальше не интересно. Она, скорее всего, остановится на 17% или 20% и начнутся чудеса. Она начнет болеть, ей надо будет срочно куда-то уехать, бабушка заболеет, еще что-то, еще что-то. То есть, ну, вы потеряете человека, и тоже непонятно почему, потому что ей уже не интересно. Вопрос все-таки задать про ответственность. На одном из собеседований мне задали вопрос, кто все-таки ответственный за результат. Доклад Александра Мирошникова. Метаболические последствия приема углеводов, устранение противоречий с помощью питательной геометрии. На самом деле весь мир нутрициологический приходит к одной мысли. Это диета, что вы говорите, потому что люди, которые проживают, пытаются высокожировой диетой, проживают на три года меньше. Эти выводы основаны на многогортных исследованиях или на рандомизированных? Спасибо. Я вас приучаю к систематическому мышлению. А нас учил наш учитель Сулуян Виктор Николаевич. Что такое систематическое мышление? Кто напомнит? Ну вот куча РКИ, и не просто РКИ, а РКИ, где кормят с ложечки, кормят с ложечки, закрывают метаболическую камеру и считают каждый шаг, провел именно Кевин Хоу. Доклад был на тему «Сколько есть, чтобы не толстеть?», как там сложилась историческая традиция, что говорят, что есть нам меньше. Он сегодня показал, что если есть, будем меньше, то теряем мышцы и набираем больше жира. Так что это не решение проблемы. И благодаря вот этому мифу фитнес-индустрия только растет, потому что люди кто-то набирают уже, а не курины. Спасибо, Дашенька, спасибо. Сборник стихов. Ребят, вот самое дорогое в жизни, самый дорогой подарок, это, конечно, книга. И вот Дарья дарит мне книгу, это... Василий Васильевич, ну когда прочитай? Нищета мозга, Савелев, так это вообще... Я всю жизнь мечтал. Мы Александру Борисовичу желаем, что? Неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, вот, и такого же энтузиазма на долгие-долгие годы. Поздравляем. И идем сейчас тогда в соседний кабинет, попьем рюмки чая, выпьем за здоровье Александра Борисовича. Классно все, учимся, учимся все время, каждый раз новая информация, все очень интересное, класс. Приеду еще. Я фитнес-тренер Элит, 8 лет в этом деле. Пришел за новой информацией, пока доволен, пока все хорошо, спасибо. Узнал про жировую память, например. Будет с чем поделиться клиентами. Пока все в разгаре еще, я в предвкушении новых знаний. Учиться на тренера приехал, только-только вот приехал в марте. Поэтому я еще не освоила эту профессию, но начала, решила со слета начать. Очень много нового, все интересно, круто. Вот, давно хотел попасть сюда. К счастью, вот получилось. Вживую увидел Василия Волкова. Постоянно тоже смотрю, учусь. Ждем блог про весогонку. За этим, собственно говоря, я сюда и пришел. Постоянно нужно обновлять свои знания. Освязать, так скажем, очень много новых исследований. Очень интересно, в общем. Спасибо. Вот последний экземпляр забрал. Со статьей Александр Борисович Юрико. Работаю фитнес-тренером на Новый Риге, фитнес-фан Новый Рига. Шлуб называется. Учусь данным лицее на фитнес-нутрицового элит. Узнал от Александра Борисовича, что будет такая замечательная конференция. О, на одном дыхании все прошло. Спикеры менялись, информация давалась дозированно, понятно, разжеванно. В общем, суперский семинар. Семинар мне очень понравился. Очень мало по науке по весогонке, очень мало. Да. В основном просто, знаешь, наблюдательные исследования. Кто гоняет, стало ли плохо. А саму схему, вот тютерка в тютерку, нужно исследование. А никто не даст тебе издеваться над собой. Конечно. Понимаешь? Поэтому тут есть ряд вопросов. ММА и фитнес, это все-таки разные вещи. Сто процентов. И вот эта нутрисология, она должна быть иной. Ты вечерком попил водички. Водичка эта осталась вместе с гликоеном. Тетя Маша приходит, плюс один. Они еще начинают... Они начинают говорить, слушай, а что за фигня? Мы с тобой качались, а у меня плюс один. Тренера меняем. Был очень рад видеть всех своих давних друзей, коллег, выпускников, с кем учился, с кем познакомился позже. Вот. Такие встречи позволяют, что называется, оставаться на острие спортивной науки. Держать не только мышцы в тонусе, это мы делаем в спортзале, а главное, мозги в тонусе. Так что спасибо. Все супер. Я не многословен просто. Ну все, нормально, нормально. Очень емкая, очень информативная. Много нового узнали. Особенно поразили спикеры своей грамотностью, профессионализмом и харизмой. Спасибо огромное. После конференции ежегодной, будь то 90 здесь человек, будь то, как сегодня, 50, всегда будет кипиш, потому что идут обсуждения бурные. Наболевших тем, жиротопка. Одним словом все скажем. Что у тебя за книжки в руках? Это прекрасные книги, которых сегодня очень много купили. И по ежегодной конференции с международным участием от «Наука для фитнеса» 2018-19-20. Мифы про ЗОЖ. Даже куда-то делась одна желтенькая. Ну и диагностикой. Диагностикой. Микинченко. Все как положено. Все как положено. Нет, кто-то покупал сегодня желтенькую, точную. Да много сегодня купили этих желтеньких, красненьких, синеньких. Во! У нас человек 50-60 было вживую. Человек 50-60-70 было онлайн. Опять только свежая научная информация. Только практически ориентированные знания. В общем, все я могу сказать. Мы рады. И снова будем вас ждать на последующих мероприятиях. И однозначно это единственное учебное заведение в Российской Федерации, где транслируется для всех буквально людей научно обоснованная информация. Все, приходите. Наши двери для вас, для всех всегда открыты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!